Смотрите-ка, участница группы AKB-48 рекламирует префектуру Кагосима. Написала сама даже, видимо, что когда она приезжает сюда. И становится очень классно, и по кайфу очень. Вот асига геньки не на рэру токуру. В Кагосиме нас встретили с зеленым чайком. Чего ты смеешься там? Это у нас, по всей видимости, доисторические самогонные аппараты. Скорее всего, если я не ошибаюсь, сложно сказать. Очень похоже. Даже какие бывают бутылочки, ацеки огромные. Сколько здесь литров? 5, наверное. Для тех, кому их всегда не хватает. Это полтора шкиля, а, да, 2 литра 1,8. Слушай, идешь по коридору, здесь тоже бутылки саке расставлены. Ну, что значит завод по производству саке, везде практически пузыри. Куда ни глянь, везде бутылки. Какие-то модные даже бутылки есть, в пакетиках дорогие. Куда ни глянь, мягкие. Карелая, мягкий. Продолжение следует... Спасибо за просмотр! 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 Достопримечательность Причем зачастую они даже и не рассматривают, что она значит. Главное, что она отмечена на карте достопримечательностей. Вот еще один местный колорит. Опять же, те самые знакомые многим таблички с желаниями, с пожеланиями, которые очень часто можно встретить в японских храмах. Здесь же эти пожелания написаны на... как это называется-то? На ракушках, что ли? Ракушка это называется правильно, да? Всего любви, всего любви, в общем парочки. Парочки пишут о том, чтобы им как можно дольше можно было быть вместе, чтобы нелегкая судьба их не разлучила. Боги защищали, вот эти морские коньки, наверное, влюбленные, которые были на сердечке нарисованы. Так, это что у нас? Ага, здесь можно за 100 йен взять ракушку подготовленную, кинуть стоян в эту сеточку и написать себе пожелания. Потому что если вам не везет любви, если вы постоянно теряете своего партнера или он уходит от вас, или у вас динами, то приезжайте на Кьюсю, записывайте пожеланица на ракушке, помолитесь морским конькам и будет вам счастье в семейной жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Древняя могила известного самурая какого-то, видимо, 400 лет. Здесь находится этот камень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот она настоящая японская природа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все это плантации зеленого чая. Здесь в Кагасиме вообще, кроме зеленого чая, такое ощущение, что больше вообще ничего не выращивает. Только зеленый чай и сладкий картофель. Риса вообще практически нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота. Горы вокруг. Шикарная вообще природа. Обожаю вот такую погоду, когда солнышко. Еще и совсем не жарко. Но очень уже тепло. Очень приятно вообще. А пейзаж просто великолепный. Шикарный пейзаж. Сложно себе представить более красивый пейзаж. Не хватает только озера, наверное, еще. Или реки. Горы, холмы, зелень. Вулкан на заднем плане. Леса. Чайные плантации. Разве это не шикарно? Вот так Япония выращивает сладкий картофель. Это называется имо. Или сацима имо. Я даже сам сейчас поучаствовал. То есть сначала ростки, которые выращиваются в теплицах, их потом сажают вот сюда. То есть видите, как у них грядки защищены классно пленкой, чтобы не было сорняков и всяких насекомых. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Неплохие кусманы такие, жирненькие. Я думаю, один такой кусочек где-то около 2000 йен будет стоить в магазине. или около того. Субтитры Алексею Дубровскому. Который подают в ресторане для соба. То есть это удон смешанный со всякими интересными штуками, типа яйца, лука. или еще даже не знаю, с чем он еще смешан. Что у тебя, у тебя как называется? Я не знаю, не называется, но сейчас она смешана. У тебя соба. Морепродукты и мясо. И мясо, да. Субтитры Алексею Дубровскому. То есть оттуда очень горячий, поэтому приносит еще специальную такую маленькую тарелочку, в которую надо сначала его переложить, и потом уже из нее есть. Зашел в туалет, а там я. Вот же. Fruitsubrande. Все, короче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова